Спаситель Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и я обещал, что этот клип мы покажем в воскресенье. Я буду дальше продолжать. Хороший пастырь, Денис Подорожный. Я думаю, мы как-нибудь пригласим его в нашу церковь, в город Варна, чтобы он приехал сюда с семьей, поделился словом. Пока звука не слышно. Она свидетельствовала другой о Боге. Я оказался однажды в ситуации, я такой урок извлек. Это был паспортный стол, я стоял в очереди, какие документы нужно было получить. И одна женщина стояла и свидетельствовала другой о Боге. Эту историю я запомнил раз и навсегда. Она была... Знаете, есть такие дамы, которые, когда говорят о Боге, и ее голос меняется. Слава Господу. То есть, как бы, она, когда говорит на кухне, у нее один голос, но когда о святом, она начинала трепетно. Это полдела. Она была одета, как верующая, на ней была косыночка, она так, волосы были собранные, такая дамочка. И та женщина с сумочкой стояла и слушала само смирение. Я был восхищен этой неверующей женщиной, потому что она принимала все, как данность неизбежную, данную нам в ужасных ощущениях. Верующая свидетельствовала примерно так. Вот вы что думаете про себя? Вот вы думаете, что вы порядочная женщина? Ну, так, как бы, так подумала, подумала, ну, как бы, да. Она говорит, вы глубоко заблуждаетесь. Знаете, что говорит Писание про вас? И это было так мило и красиво. Знаешь, как тебя грязью так медленно и под музыку вымазывают. Она говорит, нет, знаете, что говорит Библия? И та так, искренне очень, что? Она говорит, Библия говорит, что вы гроб окрашены. Да. Она говорит, я, да, вы. Вы исполнены костей мертвых. Вот я, к примеру, дитя Божье. А знаете, вы кто? Она говорит, кто? Библия говорит, что вы дитё дьявола. Да. И бесы живут в вас. И вам нужен Иисус. А что мне делать? Она говорит, вы должны принять Иисуса. А как? Приходите в нашу церковь, в наш адрес такой-то, такой-то, со стальки-то до стальки-то. Знаете, мне в голове сразу, что Иисус именно там живёт. после воскресения из мёртвых он прямо с небес туда, по тому адресу, что только там и можно. Нигде же нельзя. И она, и вот она-то всё это рассказывает, та умилённо слушает, какая она окаянная грешница, как она отдала жизнь дьяволу, и грех её опутал. А это рассказывает, какая она святая, и куда на правильное место прийти, чтобы всё, в общем, изменилось. В этот момент, в очереди, появляется один мужчина, который решил на свою голову уточнить, готовы ли его документы. Он прошёл всех нас, а я, благо, молчал. Я хотел сначала как-то помочь в этой пропаде Евангелия, потом я готов был креститься и говорить, Господи, спасибо тебе, что ты дал мне мудрость молчать. Он только открыт дверь, просто, знаете, есть люди такие, они говорят, я только спросить. И он думал, что он отделается лёгким испугом. Он говорит, я только спросить. Я вот только приоткнул дверь, и вот тут случилось. и я потом долго размышлял, почему я не люблю фильмы фэнтези и всякие трансформеры, знаешь, когда преображаются всякие вот эти машины в монстры, в монстры в машину, вот эти, вы знаете. я понял, я понял, это с тех времен пошло. Я это видел своими глазами. Это дама, ангел во плоти, которая стояла, почти висела над землей в святости своей. Вдруг, в один момент, я смотрю, как это происходит. Нимб уходит куда-то, крылья меняют конфигурацию, уходят, появляются рога, появляется хвост, она преображается уже другим голосом. Это вы куда лезете? Он говорит, я только спросил, нам всем спросить. Он говорит, я только вот я уже стоял, мы все здесь стояли, мы уже час здесь стоим, что вы здесь себе позволяете? Мы стоим в очереди уже час, быстро встаньте в конец очереди, потому что сколько можно? Мы все уже устали. Я думаю, Господи, спасибо, что ты меня сохранил. Никто меня не распознал, не узнал. Аллилуйя. Я не запятнал себя тем, что был вовлечен в бесплодные эти дела тьмы. Этот мужчина встал в конец очереди, потом как-то тихо-тихо-тихо ориентировался, и нет его. Это женщина. Некоторое время она еще себя вела, знаете, как боксеры, которые до драки или после, они как-то еще у них так мышцы. Вот она так же, что-то у нее такое было, какие-то движения. У нее жилбаки ходили, ходу маму, губу отрисла. Мышцы, знаете, брови вот так вот плавали. Только она не разминала пальцы, разве что. Но все остальное было. И вдруг вот это все меньше, 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 меньше. Взгут. И стоит ангел. Невинный. Она обращается опять к этой женщине растерянной. Так о чем мы с вами говорили? Ах да, вам нужно принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И вот вам адрес. Худшей евангелизации я никогда больше не видел. Аллилуйя. Просто очень показательный хороший пример. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Отец. Просто откроем сегодня и Слово Твоего. Аллилуйя, Отец, Оссана. Потому что мы живем воистину последнее время. И чтобы нам и самим ходить в царство Твое, Господь. И других вводить, Господь. Чтобы нам не стать препятствием на врата, Господь. Потому что фарисеи в свое время так себя вели. Что и сами не входили, и ищущим ходить не давали в царство Твое, Господь. Аллилуйя, Отец. Научи, Господь, еще какой-то одной истине, которая может быть мешает нам. Аллилуйя, Отец, Оссана. Быть искренными Твоими, Господь, последователями, учениками, Господь, и евангелистами. Хвала Тебя, всемогущий Бог, научи нас, как правильно, Господь Иванович, нести Твое Евангелие, как привлекать людей к Тебе, Господь Иванович, и как просто, Господь Иванович, просто помогать им подходить к этой двери, которой есть наш Господь Иисус Христос, в которой есть и путь, и истина, и жизнь. И, Господь, если только и входит в Царство, это только через Него. Тебе за все слава, честь и хвала, Владыка, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Давайте мы откроем это место. Оно написано в послании Иуды. Иуда – это по историческим фактам родной брат Господа Иисуса Христа, один из младших братьев по плоти, один из тех братьев, которые не верили в Иисуса Христа как в Господа при его жизни, пока он ходил по земле. Они поверили в Него как в Господа только после его воскресения. И Иаков – брат, родной брат по плоти Иисуса Христа, который впоследствии стал руководителем церкви в Иерусалиме, и родной брат Иисуса Христа, как это вообще, ну, немножко так звучит, конечно, родной брат Иисуса Христа, но это действительно так, это исторические факты. Иуда, который потом, в последующем, стал апостолом, одним из последователей Господа Иисуса Христа. И здесь, именно в 22-23 стихе, книга Иуды, здесь написано, что «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и соргая из огня, обличая чужие со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». И здесь приводится стих «А других страхом спасайте». И мы сегодня задаемся таким вопросом, можно ли страхом спасать? Я хотел бы сегодня открыть современный перевод, который считается более подробным, более объективным, потому что взят после того, такого длительного анализа древнегреческого языка. В современном переводе эти же два стиха звучат так «Будьте милостивы к тем, кто сомневается, других спасайте, выхватывая их из огня. Третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждою, оскверненной греховной плотью». То есть в современном переводе даже такого слова, как «страх», даже не упоминается. Просто написано, что «иных спасайте», как бы выхватывая их из огня. Это современный перевод. Если более подробно рассмотреть синодальный перевод послания к Иуде, то это было в те времена, когда в церковь вкрались. Давайте мы поподробнее просто прочитаем. С первого стиха написано так. «Иуда – раб Иисуса Христа, брат Иакова». То есть это родной брат Иакова, того Иакова, который был руководителем Иерусалимской церкви, и он был также родным братом Иисуса Христа. Но эти братья, они никогда не говорили о том, что они были родными братьями Иисуса Христа по плоти. Почему? Потому что в какой-то степени это было как смирение, в какой-то степени это было как тот шаг, что при жизни-то мы его не принимали. Это был наш старший брат, но мы не считали, что даже когда мать с братьями пришла, когда Иисус Христот проповедовал, совершил очень много знамений и чудес, они пришли для того, чтобы взять его. В современном переводе они пришли для того, чтобы взять его как умалишенного, как будто бы он вышел из себя, как будто он был, ну он позорил их семью и они хотели его физически забрать, физическим образом. Ну вот такая вот история. И эти братья, они стыдились говорить о том, что они являются братьями. Они считали себя рабами. Я хочу сказать, это рабами Иисуса Христа. Это тоже показатель смирения о том, что мы братья, мы знали его с самого детства, с нашего детства, он был в оплоти, но теперь он наш Господь и он наш Бог. Они могли как Филипп засвидетелить, как Фома засвидетелить, это то, что он наш Господь. Теперь с какого-то определенного момента мы видели, мы являемся свидетелями многим его чудес, знамений. Самое главное, мы являемся свидетелями его воскресения, после этого мы почитаем его Богом, пришедшим в оплоти. «Мир вам и мир, милость вам и мир» со второго стиха, и любовь доумножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Это было экстренное письмо Иуда, который также был один из руководителей церквей, и он оповещает, «Ибо вкрались некоторые люди издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отпергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гамора и окрестные города, подобно им блододействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленный в пример, так точно будет и с теми мечтателями, которые скверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Смотрите, как точно описываются люди, которые, я хочу сказать, что в это последнее время эти движения, они умножаются. То есть очень много появилось таких учений о том, что благодать на благодать нам дана, делай, что хочешь. Ничего не запрещено. Хочешь пить, пей. Хочешь блудить, блуди. Хочешь наркотики, пожалуйста. Мы благодатью спасены. Нам все можно. Примерно вот такие вот учения, и это получает какое-то умножение в последнее время, и Библия об этом предупреждает. Последние времена по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Михаил Архангел, который говорил, и вот эти люди очень часто ругают высокие власти. Они не признают никакую власть. Они злословят очень часто самого Бога. Да кто там, что там? Михаил Архангел, который говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда против дьявола, но сказал, да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расклевают себя. Гори им, потому что идут путем Каины. Мы знаем, кто такой Каин. Тот, который убил своего родного брата Авеля, потому что позавидовал. Предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршуствуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и сторгнутые. Можно, оказывается, дважды умереть, да, о том, что человек может умереть во время водного крещения, и потом человек может умереть для Бога, отпав от него. Библия этих людей называет дважды умершие, умершие для Бога, и это очень страшно. Страшно почему? Потому что эти люди уже больше не могут покаяться, эти люди уже не могут возродиться вновь. Свирепые морские волны, пенищиеся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки, о них пророчествовал и инох, седьмое от Адама, говоря, сей идет Господь с тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники. И здесь еще много, что можно читать, несколько стихов я пропущу. Девятнадцатый стих говорит, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Знаете, на самом деле, я сталкивался очень часто, когда пастыря отлучали людей от церкви, предавали их анафеми, мы еще застали такие времена неспокойные, когда было очень много лужучений и мне приходилось в какой-то степени кого-то отсоединять. Но я хочу сказать, что мы сейчас живем в такое время, когда люди, они сами себя отделяют от единства веры. То есть, они просто себя отделяют тем, что они просто отдают себя не тому образу учения, а просто уходят. Двадцатый стих. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей веры вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. В любви Божией надо сохранять себя, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостливы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, в другом месте написано со страхом и трепетом наблюдая за собой. Вот это тоже очень хорошее место, которое говорит о том, что это не то, что кого-то надо страхом спасать, это спасение совершается в страхе, в трепете перед Богом, наблюдая за собой. Потому что очень часто люди, которые только новородились в церкви, они наблюдают за пастырями, за теми, кто уже давно уверовал, или те, которые просто постарше. Если они видят в них какой-то недостаток, это служит им к поводу делать еще более худшие вещи или вообще просто уйти из церкви Божьей. Мы не должны подавать повода ищущим поводу. Могущими же соблюсти вас от падений и поставить преславы свои непорочными в радости. Единому премодрум Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь. И мы можем сейчас, я почему прочитал эти стихи, чтобы просто вы убедились в каком контексте, потому что мы знаем, что вырывать просто стихи из контекста это не совсем правильно. Когда мы видим о том, что просто писалось какое-то экстренное послание руководителям церкви Иуды в какие-то определенные такие церкви, которые находились также в рассеянии, мы можем видеть о том, что в принципе апостол Иуда писал не вообще о спасении, а о том, что кого-то спасти, понимаете, спасти от каких-то людей, которые вкрали церкви и пытались увести за собой христиан, уча их каким-то определенным лжеучением. И поэтому Иуда он пишет довольно очень строго, пытаясь показать, какие последствия ожидают тех людей, которые на самом деле ведут себя в церкви Божьей не по-христиански, не по-божьей, не потому, как учит Евангелие. В какой-то степени вы знаете, на самом деле страх Господень, это написано в притчах в первой главе седьмой стих, начало мудрости это страх Господень. Я когда-то был напуган. В моей жизни были какие-то пленые такие ситуации, которые меня просто подвели к покаянию. Слово Божие говорит, что печаль по Богу производит неизменное покаяние ко спасению. Вы знаете, первый раз я был серьезно напуган, когда просто я был еще подростком, мне было где-то примерно 13-14 лет и очень рано я начал заниматься дзюдо. Это был знаменитый тренер в нашем городе, Виктор Иванович Тужиков. Я всех их помню прекрасно, своих тренеров. У него была секция по дзюдо, он был мастер спорта международного класса. Здоровый такой мужчина, на одной руке он потягивался больше 10 раз, это точно, демонстрировал нам свои какие-то вот такие вот способности, он делал любые какие-то акробатические такие вот элементы. И у него была подпольная секция карате. В те времена, примерно 40 лет назад, это было запрещено. Сейчас все это, все это везде можно, хоть где. Тогда это было запрещено. И потом меня перевели в сборную, в юношескую сборную Казахстана по дзюдо, и там меня тренировал уже Николай Михайлович Малышев. И вы знаете, тогда начали входить такие модные, такие тренды. Он начал вводить в секцию дзюдо, сборная все-таки Казахстана, аутотренинг. Потому что раньше мы боролись не по олимпийской системе, то есть олимпийская система это вот победил, остался, проигравший вылетает. Раньше мы боролись, дзюдоисты боролись по круговой системе. Круговая система это вот всего в моей весовой категории например 20 бойцов, борцов, и я со всеми ими должен поперебороться. Представляете, какая колоссальная нагрузка. И аутотренинг ввелся для такой цели, чтобы борцам можно как можно было быстрее восстановить свои силы. То есть мы между сватками, на этот отдых оставалось совсем мало времени, может быть там 10, 15, 20 минут я бежал куда-то в уголок, падал, и вот просто аутотренинг, о том, что вот моя правая рука наливается свинцовой тяжестью, расслабляется, и вот нужно было отключиться. Вот с того времени у меня возник такой навык, я могу очень быстро отключаться где угодно, в каких угодно условиях. Я могу спать сидя, могу спать стоя, и так далее, и так далее, и так далее, ни в коем случае не подумайте, что я сейчас рекламирую аутотренинг. Я хочу сказать, что это, как я потом понял, довольно опасное направление, которое действительно можно, до какой-то грани это как-то приемлемо, ну то есть можно помочь себе как-то заснуть или расслабиться, но потом начинаются довольно опасные такие моменты. В какой-то момент, когда я лежал, то есть я отключил себе правую руку, потом левую руку, потом правую ногу, потом левую ногу, потом все тело, потом, как правило, формула заканчивается тем, что легкий ветерок обивает мой лоб, и в этот момент я вдруг очутился под потолком. Я говорю, это был мой первый опыт выхода из тела, я, только примите это как правду, не как выдумку, потому что, ну просто может кто-то подумает, ну там, что-то придумает там что-то опять, это абсолютно правда. Я вдруг увидел, что я под потолком, я нахожусь в каком-то подвешенном состоянии, я оглядываю эту комнату и вижу, что там на полу кто-то лежит. Я еще не понял, что тот, кто лежит, это я. Я увидел, какое-то тело лежит, я просто понял, что с того измерения, с того мира, все воспринимается не так, как вот, ну, например, я вижу свои глаза, своего тела, искаженно, то есть я даже себя не узнал. Я подлетел к этому телу, начал его рассматривать, смотрю ноги, потом руки, и когда я подлетел к голове, я увидел вот родинку и вдруг я понял, что это я. Следующая мысль, которая меня посетила, я понял, что я умер. То есть я вышел из своего тела и мне стало страшно от того, что я больше в это тело больше не вернусь. И в этот момент я пришел в себя. Я хочу сказать, что этот случай меня очень сильно напугал. Во-первых, я задался таким вопросом, если я могу выходить из своего тела, то мое тело, это не есть я. Аминь? Это не есть тело. Ну, раз я из тела могу выходить, значит, тот, кто я, это тот, кто может выходить. Это более какая-то тонкая материя, да? Я просто понял, что есть что-то, какое-то более, что-то более утонченное, что-то более эфирное. Я начал тогда исследовать научные какие-то вот такие вот статьи, потом начал читать, ну, всю духовную литературу в плане того, что может выйти из тела, да? И, конечно, я накопал очень много всяких различных знаний и потом увлекся эзотерикой, потом увлекся экстрасенсорикой. Но вот этот страх того, что придет время, мое тело умрет, а вот то, что оно выходит, куда оно потом пойдет? И из Библии я узнал о том, что душа, если она не поверит в Бога, она уйдет в ад. А если поверит, она будет жить вечно. И тогда я начал искать верующих, я начал искать церкви, я начал ходить по церквям. Еще один момент, который меня уже напугал в церкви. Когда я пришел в церковь, когда я познакомился с верующими людьми, я пришел в гости к одному служителю, и он поставил мне одну проповедь, одного старого проповедника, который, знаете, еще в такой манере проповедовал, он разговаривал с каждым, с каждым прихожанином, с каждым слушателем. И каждый слушатель мог открыто вступить с ним в дискуссию. И вот один атеист вступает к ним во время проповеди, прямо с ним вступая в дискуссию, они начинают спорить. И когда проповедник понял, что он не может его переубедить, он говорит ему такой аргумент. Он говорит, я хочу сказать тебе последнюю свою мысль. Вот я верю в Бога. Я, придет время, умру. Ну, если Бога нет, то все. То есть мое тело, оно растворится в земле, и меня тоже нет. Я ничего не теряю. Но если я верю в Бога, и если я умру, моя душа, она идет на небеса, к моему Господу, Спасителю Иисусу Христу, а твоя душа идет на вечную погибель. Я услышал эту мысль и ее очень хорошо усвоил. Я сказал, так, Господи, мне страшно, потому что, ну, если я сегодня безбожник, если я не верю, не доверяюсь тебе, если на самом деле Бог есть, то после, ну, и так далее. Эта мысль, она заканчивается во мне. Еще один такой страх, который когда-то меня побудил к тому, что я начал искать Бога, начал укореняться в нем. Но я хочу сказать, что это действительно тот страх, который меня побудил искать Бога. Начало мудрости. Я начал просто постигать мудрость, премудрость Божию. Но Слово Божие говорит о том, что страх Господень – это только начало мудрости. Ну, какой же конец? Какой же конец? О любви Божией написано так. В послании Колосянам апостол Павел пишет в 3 главе, в 14 стихе, о том, что любовь Божья есть совокупность совершенства. Помните, да? Мы со страха, мы можем только начать. Мы можем только начать постигать Бога. Это дает нам какую-то стимуляцию, какой-то толчок. Но сегодня моя основная мысль, что мы не можем страхом спасать. Страх не спасает. Страх не является каким-то таким мотивирующим началом и особенно концом. Я не могу страхом в конечном итоге окончательно спастись. Страх, он только в начале хорош. И вы знаете, эта проповедь, она сегодня очень актуальна, потому что все еще есть церкви, где люди постоянно пребывают в страхе. Постоянно пребывают в страхе, где постоянно идут учения, которые запугают людей, прихожан о том, что вот это страшно, вот это страшно. Туда пойдешь такое, туда пойдешь это. Мне хотелось бы к другому привести. В конечном итоге, что нас спасает? Давайте мы откроем одно уникальное место. Оно написано в послании к римлянам. Вторая глава. Послание к римлянам. Вторая глава. С четвертого стиха. Только один четвертый стих. Нет, третий четвертый стих, извиняюсь. Апостол Павел пишет. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Один такой первый момент, благость Божия, не страх Божий ведет тебя к покаянию. Благость Божия означает благодать, данная Богом, она привлекает тебя. Что-то хорошее привлекает тебя в Боге, не страх на самом деле. С одной стороны, страх, он имеет место, как страх остаться в этом мире безбожником. Но в Бога нас привлекает благость, что-то очень хорошее, что-то очень благое. Это до покаяния ты каешься, и потом срабатывает другое место. Это написано в послании к Ефесянам, тоже вторая глава, с четвертого стиха. Также апостол Павел пишет, Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, и написано так, благодатью вы спасены. И этот стих, он повторяется. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И опять же апостол Павел повторяет, ибо благодатью вы спасены через веру и сиенью от вас. Божий дар, это Божий подарок, не одел, чтобы никто, никто не хвалился. Мы спасены благодатью через веру, это Божий подарок. В начале этих стихов написано, потому что Бог очень сильно любит нас, Он богат и милостью, по своей великой любви, которую Он нас возлюбил. И 10 стих, Ибо мы, Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Знаменитый стих, который мы призваны знать наизусть, это Евангелие от Иоанна 3.16. Кто его помнит? Давайте мы Его слух вместе прочитаем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Но я бы хотел сегодня обратить ваше внимание на последующие стихи. Дальше апостол Иоанн продолжает. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. С большой буквы, через Иисуса Христа, через Сына Божия. Верующий в Него, то есть в Иисус Христа, не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Свет уже пришел в мир, уже две тысячи лет тому назад он пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму. Люди прекрасно знают, где тьма, и прекрасно знают, где свет. Апостол Иоанн нам четко объясняет о том, что когда мы приходим к Богу, к чему мы призваны, кем мы спасаемся, и здесь очень четко Библия говорит о том, что мы спасаемся только через Единородного Сына Божия. Слава нашему Богу! Еще одно место, которое я хочу сегодня открыть, оно написано в Первом Послании Тимофея. Первое Послание Тимофея. Я уже иду к концу. Первая глава, 15 стих. Мне очень важно прочитать все эти стихи, чтобы мы были укоренены, что это не просто там кто-то сказал, это в Библии написано, это Евангелие говорит, это Слово Божие, которое неизменно, оно не изменится уже. Изменить это невозможно. То, что Бог совершил во Христе Иисусе, уже никто больше не совершит. Это единственный Спаситель. Первое Послание Тимофея, 1 глава, 15. Верно и всякого принятия, всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Апостол Павел пишет о себе, что я первый грешник. У него глубокое осознание своей греховности. Несмотря на то, что Бог его простил во Христе Иисусе, он всегда помнил о том, что кем он был. Он был, на самом деле, он был гонителем церкви, он был убийцей, он был преследователем. Это был страшный человек. По ревности, он был религиозным фанатиком, он готов был убивать христиан, сажать их в темнице, заставлял их хулить Святого Духа, совершать самый страшный грех, который считается непростительным. И он принят во Христе Иисусе. Но для того я и помиловал, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тех, которые будут веровать в Него, к вечной жизни. И последнее место, которое я сегодня хочу открыть, оно написано в книге Деяния. Давайте мы все вместе откроем. У кого нет, вы можете смотреть, читать на проекторе. Книга Деяния, 4 глава, с 5 стиха. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Анн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. То есть собрались священники, собрались первосвященники, собрались старейшины, собрались книжники, и поставив их, то есть апостолов, которые только буквально в предыдущей главе исцелили силу Божией во имя Господа Иисуса Христа хромого отрождения. Это было явное чудо. И поставив их посреди, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зыждющими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. И 12 стих. Ибо нет другого имени под небом, скажи нет, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Прекрасное место. Место с дерзновением. Петр, которого еще вчера, на самом деле, просто вот так вот перед костром взяли и говорит, ты ли ученик, и он трижды отрекается от Иисуса Христа, и после своего обращения, после того, как он увидел, стал свидетелем воскресения Иисуса Христа, после того, как он просто в ожидании, как Иисус Христос сказал, что ожидайте, потому что в день 50-й вы примете силу Святого Духа. Он принял эту силу, и теперь он с дерзновением ходит, исцеляет, воскрешает, освобождает. И говорит, каким именем он это делает, чьим именем он спасает. Есть только одно имя под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Есть только одно имя, есть только одна личность, которая спасает любого человека на этой земле. Аминь. И вы знаете, сейчас по всему лику земли идет мощнейшее пробуждение. Я смотрел разные такие заставки, клипы в Ютубе, в Гугле. Вы можете просто посмотреть клипы под названием «Последняя реформация». Что происходит? Определенная группа христиан выходит с дерзновением на улицы и просто предлагает любому человеку, прохожему, хотите ли вы, чтобы сегодня мы помолились за вас. И люди спрашивают, а зачем вообще? Ну у вас есть какие-то проблемы, у вас есть какие-то физические недуги, у вас есть какие-то болезни, вот сейчас, которые в вашем теле могут каким-то образом проявляться. Ну кто-то говорит о том, что вот у меня нога болит, кто-то говорит, что у меня вот сустав поврежден, кто-то говорит о том, что вот сейчас прямо есть какие-то головные боли. И эти люди начинают с дерзновения молиться во имя Господа Иисуса Христа. И тут же мгновенно происходит исцеление. У кого-то алкогольная зависимость, помолились, он тут же получил освобождение, кто-то получил исцеление. И после этого они начинают рассказывать, что имя Иисуса Христа обладает колоссальной властью. И после этого люди приходят в церковь и потом уже на самом деле начинают возрастать боги. Это движение последней реформации, оно на сегодняшний день просто нам демонстрирует о том, что имя Иисуса Христа, оно и сегодня имеет силу, оно и сегодня имеет власть, оно и сегодня спасает, оно и сегодня исцеляет, оно и сегодня освобождает, оно и сегодня воскрешает. Вам только надо в это поверить. И надо просто получить вот это дерзновение. И вот это движение последней реформации говорит о том, что хватит уже сидеть в своих коробочках, хватит сидеть уже в своих церквях, пора уже выйти и показать, продемонстрировать всему этому миру о том, что имя Иисуса Христа и сегодня обладает колоссальной властью, оно и сегодня спасает. и мы просто можем видеть о том, что люди тысячами принимают водное крещение, тысячами спасаются во многих странах, это по всему лику земли. Почему? Потому что кто-то когда-то получил дерзновение о том, что давайте мы просто проэкспериментируем, давайте мы попробуем, давайте мы просто будем выходить. Я уже давно отметил этот феномен о том, что почему-то Бог всегда очень мощно исцеляет именно неверующего человека. То есть среди неверующих это просто как какие-то вот на самом деле это так легко, это так вот как-то ну просто помолились и тут же вот просто приходит исцеление. Среди верующих, когда вот мы просто собираемся уже годами и кто-то уже привычно подходит вот просто помолитесь за меня там с помазанием, исцеление происходит все реже, реже, реже. И чаще всего Бог исцеляет верующего человека в тот момент, когда он молится за кого-то, в момент, когда он сам входит в служение освобождения или в служение исцеления, сам молится за кого-то и Бог получается, что исцеляет и его и исцеляет этого человека, за которого он молится. То есть Бог нас направляет чему? Он направляет на то, чтобы мы вышли из стен церкви и начинали просто расширять царствие небес, царствие Иисуса Христа, границы чертога Божьего. Аминь. Мне сегодня было очень важно донести такую основную мысль о том, что страх это, конечно, в начале твоего пути он как-то может помочь, потому что лично мне он помог, мне он помог сделать первые какие-то шаги к Богу и мне страх Господень помог совершить первые шаги уже в Господе. Но потом жить в страхе, ну, лично я, я не хотел бы, я не хочу, я из этого вышел. Мы, ну, может быть, какой-то период ходили в церковь, где все было вот так на страхе. Но апостол Иоанн пишет, что боящийся несовершен в любви. В страхе есть мучение. Помните эти места? Это написано в первом послании от Иоанна. Боящийся, человек, который живет в страхе, он несовершен в любви. Он ограничивает, он сковывает человека. Это похоже на то, что как человек, просто вот забили его куда-то вот так в колодец, и он вот так вот весь вот в этом колодце вот так сидит, и он боится, он боится поднять руку, боится поднять свой голос, боится куда-то шаг сделать, он живет в страхе. Такой человек, он становится бесполезным для Божьего Царства, потому что он парализован, парализован вот этим страхом. Но совершенная любовь, что написано, изгоняет страх. Аллилуйя. Лучше жить в любви, которая изгоняет всякий страх, чем жить в страхе бесконечно, и быть совершенно таким обезоруженным. Я верю в то, что в Церкви Божией для каждого из нас должно просто вот так, четко, открыта истина. Мы приходим к Богу не из-за страха. Ну, в конечном итоге нас привлекает в Боге что-то хорошее, нас привлекает в Боге его любовь. Бог есть сама любовь, написано, да, Бог есть любовь. И когда мы приходим к Нему, мы познаем эту любовь, если мы по-настоящему ее познали, уже ничто не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Апостол Павел так воскресает. Ни смерть, ни догота, ни ангела, ни силы, то глубоко осознаешь, осознаешь тот момент о том, что я познал благодать Божью, я познал вот эту благость, она меня спасла, она меня освободила от страха, она исцелила меня, она меня освободила. Теперь, после того, как я познал, ничто не может от меня отлучить, страх уходит, он ушел, смерть мне больше не страшна, ад меня больше не пугает, аминь. Чем вообще можно напугать истинно верующего человека? Я хочу сказать, абсолютно ничем, абсолютно ничем, потому что этот человек, он сокрыт в Боге, Бог его защищает, да, мы как-то смотрели клип, что Бог хранит нас, как зеницу ока своего, то есть то, что более всего хранимого, охраняется Богом, то Бог также хранит истинно верующего человека, который сокрыт в нем через свою веру, через свое доверие. Бог нас не желает запуговать или постоянно держать страхи, Бог нас желает вывести из состояния страха или вот этого паралича, из каких-то бесконечных, каких-то таких фобических состояний или тревожности. Бог вводит в нас свободу славы детей Божьих. Вот это истинная свобода, не та благодать, которая для кого-то послужила к распутству, апостол Павел пишет, а та благодать, которая нас в духе сделала свободными и мы в этой благодати, мы несем эту свободу кому-то еще, да, кто в ней нуждается, мы несем это исцеление, мы несем силу воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, слава нашему Богу. Вот это становится привлекательным. Вы знаете, когда человек любит Иисус Христа, когда он всем сердцем прилеплен к Нему, он как бы оживает, он расцветает, он становится очень красивым, он выглядит там всегда моложе, он всегда будет вот как-то привлекать людей, люди будут интересоваться, да, я хочу сказать о том, что люди за нами наблюдают. Вот в тот момент, когда мы станем привлекательными, да, они будут подходить и говорить, ну, почему у вас так всегда все хорошо, да, почему вы всегда радуетесь, несмотря на то, что вот на самом деле что-то такое произошло, вы продолжаете радоваться, почему в ваших сердцах всегда такой мир. Один чеченец ко мне в медцентр периодически приходит, я знаю, что это исламист, я знаю, что это бандюга, его, ну, в принципе, вся варна знает там в определенных кругах, и вот он приходит ко мне и он входит так вот и говорит, я всегда ощущаю, что здесь какой-то особенный мир у вас, как-то мне здесь спокойнее становится. И вот он просто всегда вам приходит к нам, там куда-нибудь там садится, там ложится, короче, там я ему там какие-то медицинские услуги оказываю, и ему не хочется от нас уходить, потому что он чувствует, что мир, я верю в то, что вот этот мир, состояние какого-то совершенного покоя, радости, любви и праведности во Святом Духе, это очень привлекательно. Аллилуйя! Это то, что привлекает людей, это то, что спасает, не страх. Вот мы сегодня смотрели вот этот клип, да, о том, что вот просто, ну, худшая евангелизация, да, запугывает людей тем, что вот, ну, просто, ну, что вы там гробы окрашены, да, полны костей, но это просто, это вот фарисеям как-то еще можно сказать, да, но просто людям, которые нуждаются в любви, сегодня весь мир нуждается в любви, сегодня вы можете просто вот так выйти и просто посмотреть на лица людей и увидите о том, что они, они отчужденные, они брошенные, да, на внешней улыбке мы видим просто, что, ну, я вижу эти вещи, внутренняя какая-то пустота, неудовлетворенность, кто это им донесет, да, кто им вот это даст, я хочу сказать о том, что люди ищут на самом деле, они ищут то место, где можно было бы найти вот эту благодать, то место, где люди по-настоящему счастливы, то место, где их по-настоящему будут любить, я верю в то, что таким местом призвана должна быть церковь Божия, что здесь любовь, она должна царствовать, и не просто на словах, да, но на делах, и, вот, знаете, вот просто я все равно благодарю Бога, да, за то, что в Варнии вот уже есть вот такая церковь, как вот церковь, интернациональная церковь для русскоговорящих, потому что вот что-то случилось, да, вот с кем-то, и как мы сплочаемся сразу, да, как мы стараемся сразу помочь, как мы сразу, вот если бы не было церкви, ну, что-то с кем-то случилось, ну, просто, да, никому нет дела, по большому счету, по большому счету, вот, ну, просто кто-то вот в этом мире, ну, может быть, вот так, просто для того, чтобы прославить свое имя, что-то еще и сделает, но в церкви Божьей не так, мне нравится то, что мы реагируем на какие-то, вот, ну, просто. Возникают какие-то проблемы, мы реагируем как Божья семья. И вот лично мне вот это, от этого становится хорошо. Я понимаю о том, что здесь семья Божья, да, что мы дети Божьи, что мы призваны друг другу помогать, поддерживать друг друга в наших немочах, носить бремена друг друга. И тогда уже становится, на самом деле, вот как-то вот так. Ну, лично мне становится легче. Говорю, слава Богу за то, что в Арне есть церковь. Живая церковь Иисуса Иисуса Христа. Не дай Бог со мной что-то случится, но я уже знаю, что просто кто-то придет, кто-то поддержит, кто-то будет за меня молиться. Уже легче. Не, не то, что легче. Вообще хорошо. Аллилуйя. Давайте мы склоним наши сердца по молнии нашему Господу. Аллилуйя. Спасибо тебе, дорогой наш Господь. Спасибо за то, что мы тебя познали не как страх, не как ужас. Мы познали тебя как любовь. Мы познали тебя как благость. Мы познали, что милость твоя превозносится над всяким судом. Мы познали твой совершенную радость, которую нас никто никогда не сможет отнять. Так ты пообещал нам. Ты дал нам совершенный мир. И этот мир есть всегда следствие нашего доверия тебе. При самых невероятных обстоятельствах, Господь Ивч. Аллилуйя, Отец. Как бы плохо в этом мире, Господь Ивч, не было. Что бы ни произошло, Господь Ивч, мы будем уповать на тебя. Чтобы хранить себя в этом совершенном мире, данном тобой. Чтобы совершенная любовь, она не пристанна. Просто, Господь, владычествовала в наших сердцах. Аллилуйя. Хвала тебе, Господь Ивч. Тебе благодарение, Господь Ивч. Аллилуйя, Отец. Слава тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим тебя за Слово Твое, которое мы сегодня исследовали, читали, Господь, слушали, слышали, Господь Ивч. И хотим быть послушными этому Слову. Воли Твоей, Господь Ивч, которая обитает в наших сердцах. И мы будем блажены только тогда, когда мы будем исполнять ее. Хвала тебе, всемогущий Бог, Господь Ивч, за Твое Божье присутствие здесь, на этом месте. Аллилуйя, Отец. Аллилуйя. Мы молились еще и еще раз во имя нашего Господа Иисус Христа и Церковь Божья скажет.